Друзья, всем привет! В этом видео покажу, как пользоваться приложением PanPanda и дам несколько полезных советов. Ну, во-первых, если вы при установке приложения нечаянно нажали не на те кнопки и не дали доступа приложению к своим контактам, заходим в настройки, приложение, находим приложение PanPanda, заходим, заходим в разрешение, и смотрим, чтобы все ползунки были включены. Но местоположение это по вашему усмотрению. Заходим в приложение, как только вы установили приложение, надо зайти в аккаунт, установить аватарку, чтобы люди, с которыми вы контактировали, видели, с кем они общаются, ну и проверить свои данные. Нажимаем на шестереночку, заходим в аккаунт, здесь мы можем редактировать имя, фамилию, почту, здесь также можем редактировать аватар. Нажав на фотоаппаратик, загружаем аватар, который заранее подготовили и загрузили в галерею. Но у меня уже аватар стоит, ну и можно каждый раз редактировать аватар, если вам что-то не понравилось, или изменилась у вас фотография, или нашли, которая фотография вам понравилась. Заходим в галерею, и выбираем аватар. Ну, у меня сейчас в данном случае в галереи своих аватарок нет. Приложение сейчас работает в бета-версии, поэтому остальные настройки рекомендую не трогать. Здесь вы можете скопировать свой код, отправить другу или знакомому. Во вкладке Panda Pulse можно посмотреть свою команду, но она работает сейчас некорректно. Поэтому на это внимание не обращайте. Свою команду можете посмотреть на сайте punkpanda.io Здесь можете поменять тему, то есть цвет фона. Также можете свой инвайт-код отправить по любому каналу, в любую соцсеть, в любой мессенджер, какие есть там. Но сразу скажу, текст будет на английском, так что лучше отправляйте свой код человеку, когда уже вы ему рассказали про мессенджер, и он готов его установить. И самое главное, чтобы он все делал правильно, по инструкции, и не ошибался при вводе именно инвайт-кода. Потому что многие путают смс-код, когда верифицируем номер телефона, с кодом пригласителя. То есть надо, чтобы лучше желательно с ним рядом быть и вручную все ему помочь это сделать. Здесь внизу, нажав на кошелек, мы проверяем свой баланс. Также здесь можно историю начислений посмотреть. Каждые 30 минут нам начисляют Panda Pulse Rewards, то есть это вознаграждение за нашу активность, она зависит от X-фактора, это было у меня в других роликах, и вознаграждение за стейкинг. То есть за то, что у вас на балансе хранятся монеты, за это начисляются бонусные токены. А теперь важное предупреждение, ни в коем случае не трогайте этот ползунок. Он должен быть в положении стейк. Только тогда каждые 30 минут вам начисляются токены. Тем более сейчас вывода нет на биржу. Когда выйдем на биржу, тогда уже можно будет выводить токены на биржу. Но рекомендую как можно дольше не продавать свои токены, потому что цена его будет постоянно расти. Соответственно, токены продавать лучше, когда они подорожают. В результате чего можно извлечь более серьезную выгоду. А теперь о контактах. Если мы нажимаем здесь, то у нас высвечиваются контакты и чаты, где мы уже контактировали и общались. Нажав на этот значок сообщений, у нас высветятся те контакты, которые есть у нас в телефонной книге, ну и соответственно те контакты, которые уже установили приложение. Если у вас появился новый знакомый, который желает установить приложение PanPandu, и его нет у вас в контактах, сначала законтактируйтесь с ним в телефонной книге, чтобы он в телефонную книгу попал. Когда он попадет в телефонную книгу, вы также его здесь найдете. Если вы его с первого раза здесь не увидите, то несколько раз выйдете и зайдите в приложение, все равно он здесь появится. Здесь вы также можете создавать группы для общения. Нажимаем New Group, придумаем название. Допустим, PandaPerm. Выбираем участников. Я для теста выберу одного участника. Группа создана. Нажав на имя группы, мы также можем отредактировать название группы. Здесь мы можем установить аватар группы. Сегодня эта функция почему-то не работает. Но в любом случае, когда выйдет версия 2.0, все будет кликабельно, все будет работать. Любому вашему контакту вы можете отправить сообщение, фотографию, видеофайл, записать аудиосообщение, там все интуитивно будет понятно. Либо сделать аудио или видеозвонок. Давайте попробуем позвонить. Нажимаем на трубочку, выбираем видео или аудиовызов. В данный момент я аудиовызов выберу. Вот идет вызов. Звук не слышно, но дозвон идет. Все происходит через сервер, поэтому дождитесь звонка. Это бывает не очень быстро. Вот видите, идет соединение. Соединение установлено. Татьяна, привет. Добрый день. Как слышно? Все отлично. Ну все замечательно. Это у меня пробный звонок. Запись сделаю. Давай потом созвонимся. Хорошо. Всего доброго. Вот мы сделали аудиозвонок. Также можно и по видеосвязи общаться. А теперь полезные советы. Чтоб не надоедать своим друзьям и знакомым звонками, то есть мы создаем группу и в ней общаемся. Тем самым мы увеличиваем время провождения своего в приложении. Мы здесь отправляем различные фото, видео, текстовые сообщения. Я сейчас начал еще проводить эксперимент. То есть перед тем, как лечь спать, я захожу в чат и оставляю телефон включенным, то есть в чате. Надеюсь, это увеличит количество начисляемых мне токенов. Буквально скоро в феврале выйдет версия 2.0 и я обязательно сниму обзор нашего приложения. Так что не пропустите, следите за новостями. И на этом у меня все. Ставьте этому видео лайк. Подписывайтесь на канал. Будьте всегда на позитиве. Зарабатывайте. Всем удачи и успехов.